И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Сегодня у нас будет весьма интересное видео. Ну, а с утра для начала бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Война, короче, отряд идет в наступление. И тут привал, короче, на три часа. Ну, и солдат подходит к командиру, говорит, командир, у меня тут деревня рядом. Блин, сто лет уже не был. Можно я к своим сбегаю быстренько? Я же на лыжах, он говорит, да ты уже 20 километров. Да что, говорит, тут да, час обратно, час там, час. Успею, все нормально. Ну, ладно, давай. Уехал. Приезжает, короче, через три часа. Все нормально. Заходит в часть, говорит солдатам. Ну, что? Кто отгадает, короче, что я первым делом сделал и вторым? Тому кусок сала, да, подарок. Ну, все едят там, самогонки, говорит, да. Все сало едят. Ну, и первое дело сразу угадали, короче, все. Ну, сколько мне был дома, да. Второе все думали, ломали. Не, никто ничего не угадал. Говорит, ну, что ты вторым делом-то сделал? Вторым делом я лыжи снял. Такая тут да. Ну, и теперь тема дня. Заставка. Пошла. Ну, и сегодня, как я и сказал, у нас интересное видео. Правда, сняли мы его не с самого начала. А сегодня у нас будет покраска дисков. Покраска дисков будет в серебро и вставочки. Ну, чтобы не закрасить на вставочки, их заклеили фигурным скотчем. Скотч очень эластичен и гибок. Поэтому, когда мы обклеим какие-то округлые формы, какие-то загибы, чтобы не было вот этих вот складочек на скотче, да, им очень удобно обклеить те места, которые вы не хотели бы закрасить. Диски уже загрунтованы. И вот сейчас Андрей натирает серым скотч-брайтом, то есть те места, которые мы будем красить. Для чего это нужно? Грунт уже положен давно. Как бы он уже высох. Произошла полиэмерилизация. Слово такое, да? Короче, закрилистизовался и засох уже. Все, высохло напрочь, короче. Слой у нас сверху получается глянцевый. Ну, а на глянце, как все знают, не будет держаться лакокрасочное покрытие. Поэтому сейчас мы замотываем скотч-брайтом, чтобы у нас краска хорошо прилипла, хорошо держалась. После чего мы откроем все, что у нас обклеено. Дождемся, когда у нас красочка хорошо высохнет. Зачем нам дожидаться хорошо? Когда мы снимем обклеечку, здесь, возможно, будет буртик, который мы нежно, аккуратненько уберем скотч-брайтом, чтобы на руку он не ощущался. И будем покрывать лаком уже всю деталь. Ну, и вообще, хотелось бы вот сказать, многие думают, что диски это, ну, покрасить совсем не сложно, не составляет труда. На самом деле это не так. Очень много ручной работы, очень много приходится затирать, замывать вручную. Данные диски, звезда, на них еще не так сложена, но есть диски такой формы, на которых просто сломаешь пальцы, пока сделаешь. И неудобно нигде подлазить, кое-где не вычищается, а вычистить надо в каждом уголке. То есть, если вы где-то уголок не замотаете или не зачистите перед покраской, у вас просто-напросто слезет лак. Ну, а сегодня диски мы будем покрывать, я думаю, снова быстрым лаком. Думаю, чтобы он побыстрее высох. И снова мы будем использовать лак Sherwin William. Хорошая фирма. Это быстрый лак. То есть, к нему идет вот такой отвердитель. Это быстрый отвердитель, но есть еще супер-быстрый отвердитель, но мы его не стали брать. И, то есть, развесовка вот здесь идет очень интересная. Он идет, разбавляется один к трен. То есть, три части лака, одна часть отвердителя. А хотя тары идут одинаковые, литровые. Не знаю, почему так. Ну, в принципе-то по цене он вполне нормальный. 18 долларов стоит комплект. 18 евро. Ну, ненамного отличается. По качеству, как бы, он мне нравится. Ну, да ладно. Ладим. Кстати, вон, крыло мы недавно красили. Переход по цвету. Можете посмотреть. Ближайший. Ну, Андрей сейчас приготовит. Все. Мы обклеим стол. Подготовим площадку, где будем красить. И начнем, в принципе-то, покраску. Там уже, может, что-то я добавлю. Мы обклеиваем стол, чтобы со стола у нас не подняло какой-нибудь мусор. Потому что там тряпка у нас. Стол рабочий. И еще не выдало какой-нибудь мусора на диск. Так как у нас диски получаются потом полировать их очень неудобно. Поэтому нужно красить изначально. Хорошо что приготовить. Чтобы у вас было как можно меньше пыли на самих дисках. Таким нехитарным образом наклеиваем. Стол у нас небольшой, поэтому мы будем красить по два диска. Еще небольшая хитерс. Ну, сначала надо его, конечно, все обдуть и обезжирить. Обдуть можно из опулочного пистолета и из простого. Установив поток. После того, как обезжирили, насухо вытираем чистой сухой тряпочкой. И еще здесь один небольшой будет нюансик. Здесь вот у нас обклеена как бы острая граничка. Это видное место. И чтобы здесь очень резко не было гранички. Мы вокруг сделаем бандаж. Этот бандаж будет отбивать прямые потоки воздуха и не даст сделать сильную границу. И не даст сделать сильную границу. Ну, и второй слой уже будем ложить поплотнее. пистолет для генера. Ну, и хотелось бы обратить внимание, так как мы пистолет настраиваем в точку, То пучок краски у нас идет все-таки сильный Несмотря на то, что мы его убавляем На втором слое он идет сильный Здесь важно держать расстояние И не делать сразу много заливки на один пролет То есть один пролет подзалили, пошли дальше Потом можно вернуться Если вы сразу будете в точку сделать Сделайте в точку, это будет подтек по базе А подтек по базе это хуже, чем подтек по лаку То есть его вы уж не уберете Это надо будет перетирать подтек сам Подкрашивать это место И потом уже переглачивать Так что как-то так Ну и третий слой мы уже укладываем полный Ну и теперь нам требуется аккуратненько снять отклеечку Чтобы ее аккуратненько снять, надо чуть-чуть подогреть Чтобы она у нас не потянула, краска за собой Держи Издалека держи Не в сторону краски, а как бы уходим от краски, снимаем Ну и как по всему кругу Ну здесь как бы они замотованы Но немножко здесь загрязнились Сейчас мы проходимся скотч-брайтиком Убираем гранички и остальные следы Ну и наносим лак Первый слой тоже у нас идет сцепляющий по всей поверхности И вторым слоем уже будем укрывать Даем межслойную сушечку 10 минут За это время лак и растечется, немножко прихватится После чего уже закрываем нормальным полноценным слоем Наверное записывать не буду Потому что очень туман стоит Окончательный результат покажу Ну в принципе как-то так за день мы справились И отдали уже диски Ну а мне хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого Настроения бодрого Ну и конечно же добра И бабла Правильно Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!